Продолжение следует... Фридман – автор уникальных методик обучения руководителей профессиональному менеджменту, имеет за своими плечами более 100 проектов по разработке и реализации бизнес-стратегий, совершенствованию системы управления персоналом, оптимизации деятельности отдела продаж, внедренных в России, Латвии, Казахстане, Украине. Фридман утверждает, что успех любой компании зависит от комплексного подхода к управлению, в своих работах делает акцент на развитие лидерских качеств руководителей. Профессия руководителя, управленца, менеджера – прежде всего профессия. Ей тоже, естественно, нужно обучаться. Именно поэтому тренинговый центр «Практикум» регулярно работает с таким легендарным экспертом, как Александр Фридман. И у нас сегодня есть шикарная возможность для многих, кто не знаком, познакомиться, потому что он к нам прилетел в рамках семинаров, которые мы проводим в Сургуте. Итак, передаю слово «Практикум» Александру Фридману. Спасибо. Коллеги, традиционно аплодисменты будем считать авансом, будем пробовать отработать. Значит, итак, как мы будем действовать? У нас есть в итоге час. Традиционно я где-то 45 минут отвожу, я буду что-то говорить, 15 минут резерв под вопросы. Но вопросы я прошу задавать, не обязательно ждать конца, можно сразу. Более того, чем больше вопросов будет, тем, наверное, будет лучше. То есть я им очень рад буду. Потому что, естественно, что сказать я найду на 45 минут, это не проблема. Но чем актуальнее будет мое, наверное, выступление, а это зависит от ваших вопросов. Договорились? Вот, вопросы как-то задавайте или поднимайте руку, я буду подходить с микрофоном, то есть как-нибудь решим вопрос. Начнем. Итак, руководитель. Действительно, это профессия, не божий дар и не голгофа. Но каждая профессия требует уважения, и каждая профессия мстит за неуважение. Такая вот идея. Да? В каком месте начинает профессия проявлять свой вредный характер, когда ситуация выходит за рамки детской песочницы? Когда ситуация становится сложнее, чем позволяет поднимать здравый смысл. На здравом смысле можно много чего сделать, но в диапазоне таком любительском. Дальше начинается зона профессионализма. И профессия руководителя в этом смысле абсолютно ничем не отличается от других профессий. Руководитель – это профессия. И когда речь идет о первых лицах, возникают две группы задач. Первая группа задач – это управление компанией. Первое лицо управляет компанией. Не важно, оно собственник или не собственник, это вопрос не в статусе. Первое лицо управляет компанией. Вторая группа задач – это управление подчиненными. Ну или сотрудниками, как кому будет угодно. И эти задачи в чем-то сходятся, в чем-то разные. Сходятся они, где руководитель управляет компанией, естественно, через управление подчиненными. Но есть ряд задач, которые напрямую с управлением подчиненными не связаны. Руководитель отвечает за всю матчасть компании, за систему корпоративного управления. Первое лицо отвечает в итоге за направление бизнеса, так или иначе. То есть то, что именует стратегический маркетинг, стратегический менеджмент. И уже отработав, может быть, и с помощью подчиненных эти вопросы, он уже управляет действиями компанией в нужном направлении через уже своих подчиненных. О инструментах стратегического уровня мы говорить не будем. Поговорим о управленческих компетенциях. Итак, инструменты руководителя для управления сотрудниками принято звать управленческими компетенциями. Поскольку менеджмент, как дисциплина концептуальная, не имеет единой теории, то нет и единого списка компетенций. Где-то встречается их 5, где-то 7, где-то 15. Собственно, каждый источник так или иначе это трактует по-своему. Компетенций так или иначе можно выделить много. Но я разделяю компетенции управленческие на три инструментальных ящика. Первый инструментальный ящик – там компетенции, которые я их называю обеспечивающими. Функции этих компетенций, как в спорте общий физическая подготовка, они делают руководителя потенциально пригодным к управлению. Ну, например, принятие решений, например, самоорганизации. Да, когда руководитель имели компетенции в ладе, это он, в принципе, пригоден к управлению. Более адекватно будет подходить к любому вопросу. Вторая группа компетенций, их принято называть административными, я их называю технологическими. С помощью этих компетенций руководитель обеспечивает технологическое воздействие на сотрудников. И к этим компетенциям, в частности, относятся те, которые послужат темой нашего разговора, такие как делегирование и контроль в том числе. Потому что с помощью этих компетенций руководитель оказывает влияние на деятельность людей, я бы сказал так, технологически. То есть он задает суть задания, вектор направления, с помощью контроля обеспечивает, что люди придерживаются этого направления. И третий инструментальный ящик, там лежат компетенции лидерские, или которые обеспечивают некое эмоциональное влияние. И, по идее, если мы будем использовать термин Конфуция «благородный муж» или «совершенный муж», то руководитель, чем ближе он к верхнему уровню иерархии какой-то, чем больше масштабового бизнеса, тем больше мы ожидаем, что он будет владеть всеми тремя группами компетенций на достаточно профессиональном уровне. Потому что на верху сложно. И если внизу можно обойтись какой-то частью компетенций вполне, да, ограниченным инструментом, то по мере роста иерархии и увеличения масштаба требуется уже весь набор. Такая вот идея. При этом перекосы во владении компетенциями, но они достаточно прозрачны, чем будут отыгрываться. То бишь, если руководитель, у него провалы с обеспечивающими компетенциями, ну, опять же, те, кто занимается спортом, знают, что когда ОФП недостаточно, все результаты делаются на зубах, на силе воли, да? И понятно, что какое-то время можно продержаться так, да, вот. Но опять в какое время? То есть руководитель вынужден энергетикой, расходами энергии, компенсировать, грубо говоря, недостатки общей физической подготовки, да? Ну, в отдельных ситуациях это будет отдаваться, в долгосрочной перспективе это износ, выгорание. Если не хватает компетенций технологических, то существует именно технологический провал. И довольно часто характерно, что у людей с хорошими лидерскими задатками как раз провал технологических компетенций, то есть они могут, что называется, всегда взбодрить, вдохновить, да, там, поставить какие-то рамки, да, призвать. С этим у них все в порядке. Но зачастую даже люди достаточно возбужденные, воодушевленные, впечатленные. Им просто банально не хватает ни квалификации, ни информации, чтобы выполнить задачу. Такое путешествие дилетантов по Куджаве, да? То есть получается, что народ и веселый гурьбой, звери ринулись в бой. Вот. Если нужно быстренько перетащить асфальтовый каток на 5 метров без технологий, то этого достаточно. Но если задача немножко более долгосрочная, то вот этого недостаточно. Да, не хватает именно технологической части. Люди достаточно воодушевлены или испуганы, но что делать им непонятно. Кто-то из этого прорвется, кто-то нет. Высокие потери. На стартапе это тоже достаточно, да? Там, собственно, не до технологий. Главное, дружно, весело и с огоньком. Но когда выходим в какой-то стаерский режим, там уже нужно по номерам уметь работать, да? Там уже все так непросто. Если же не хватает лидерских компетенций, то возникает тоже несколько проблем. Значит, технологическое обеспечение без лидерского обеспечения приводит к тому, что управление слишком механистично. Ну, то есть, как бы все правильно, вроде бы все точно, но не хватает того, что, может быть, так называется, просто речи, душа. Люди себя чувствуют винтиками в механизме. То есть, вроде бы претензий к реальности у них нет, удовольствия тоже. Да, такой жесткий брак по расчету. Все исполняют свои обязанности, все корректно, но без удовольствия. Нет, работа идет нормально, КПД нормально, все хорошо. Кроме того, не хватает удовольствия. А когда человек ежедневно что-то делает без удовольствия, рано или поздно ему это надоедает, да? Как-то так. Другая проблема. Итак, бизнес растет. Если на начальном уровне или на уровне нижней иерархии руководитель, как правило, знает много. Теперь он наверху. Три этажа. Да. Его знание о компании становится, я бы сказал, фрагментарным. Его подчиненные либо больше умеют уже в своей специфике, правильно? Это неизбежно, если бизнес растет. Да, вы уже начинают где-то со среднего уровня и не сможете уметь все лучше всех. Согласны в такой идее? На каком-то моменте. Да, просто не получится так глубоко погружаться в вопрос. Значит, вы где-то будете вынуждены в целом быть в теме, но уже управлять экспертами профессионалами. Иначе бизнес не растет. Потому что если руководитель стремится своим вектором перекрыть векторы каждого специалиста, то все специалисты, слабее его, это ему обеспечивает, несомненно, нравственное, технологическое превосходство над убогими, но затрудняет рост бизнеса. Да, он все знает лучше всех. Он в каждой дырке затычка, в каждом технологическом отверстии, да, он прекрасно знает, где у него еще находится, но бизнес не растет. Именно потому что вот этот вектор, он ограничивает все остальное. Хорошо, он начинает привлекать более сильных специалистов, да, мы оставляем за флагом, где он их берет, где-то берет, они приходят, вот они появляются. Теперь я сильный специалист. Надо мной мой босс, который знает меньше меня. Как минимум я более информирован о том, что происходит у меня. Я уже не говорю о том, что я могу быть и более квалифицирован. Вопрос, буду ли я с ним делиться информацией? Не факт, да? Давайте не будем говорить «нет», не будем говорить «да». Потому что ведь информация – это власть. Отдавая боссу свою информацию, я перед ним, как бы так, простите, обнажаюсь. Ну, по умолчанию правдиво. Можно, а за разное может и прилететь то самое слово, да? Да, конечно, у вас есть право меня дезинформировать, у меня есть право на это адекватно отреагировать. Или неадекватно, как получится. Нет, но об этом мы, может быть, дальше поговорим, да? Мы рассматриваем чистый сценарий. Итак, подчиненный должен делиться информацией. Желательно правдиво. И вот вопрос, а буду ли я это делать, если у босса нет лидерских качеств? Вот. Значит, на каком-то уровне руководителю необходимы лидерские качества. Для чего? Во-первых, чтобы работу сделать разумно-человеческой. Человеческой не означает, что это будет загородный клуб, межпоха там такая, да, или что-то еще. А это означает, что люди будут себя все-таки чувствовать и личностями, и специалистами. Да? Получать удовольствие. Получать удовольствие от работы, да, потому что эмоциональный фон будет разумно обеспечен. Разумно. Удовольствие, кстати, у людей, это не сама цель бизнеса. Но без удовольствия цели достигаться долго не будут. Вот такая интересная идея, да, потому что для чего я собрал людей? Для того, чтобы не удовольствие получали? Нет. Но если они не будут получать удовольствие, будет либо депрессия, либо бунт, либо уход. И тут хоть убейся. И бизнес расти не будет. И бизнес расти не будет. Будет война с саламандрами какая-нибудь, да, там будет все время битва добра со злом там, мы погрязнем там в интриг, да, кстати, в каких-то разборках. Да. Я буду приходить с работы довольный, потому что я ищем заняться. Да, я весь день был востребован. Что по-вашему подразумевается по словам удовольствие в производственных отношениях? Отлично. Отвечаю. Удовольствие в производственных отношениях предполагает некий набор эмоций, дающий человеку удовольствие как от физического содержания работы, так и от того эмоционального климата, который его окружает. Это с моей точки зрения. И добавлю. У вас может быть своя, какая угодно, в том числе в прочитанных вами источниках, которых вы не захотели расшифровать. Пока менеджмент дисциплина концептуальна, каждый правый имеет право на свою точку зрения. Спор в менеджменте бессмысленен, люди могут обменяться точками зрения. Я вам излагаю свою и не более того. Повторю то, что я говорил все-таки, что удовольствие не является основным, но важным. Если человеку, потому что основным мотиватором для человека является содержание работы и эмоциональный климат. Деньги добавляют, но не компенсируют. Хотя название «компенсационный пакет» говорит о многом. Это моя точка зрения. То есть удовольствие не главное, но значимое. В советских времен же есть лозунг? На работу с радостью с работой? Вы знаете, это вообще-то для любых времен хорошо, когда на работу человек идет с радостью и домой, и с работы тоже. Ему нравится, что он сделал. Так вот, основным создателем этой темы является руководитель. А инструментами, которые он пользуется, в том числе деньгами, в том числе чем-то еще, это другая тема. Это дополнение. Но главное, что сотрудника мотивирует и главное, что сотрудника демотивирует, это стиль управления его боссом. Деньги могут чуточку это смягчить. И я неоднократно слышал, кстати, такие утверждения, что фирма дурацкая, босс кретин, но платит неплохо пока. Человек так не против за эти деньги там потерпеть босса кретина. Или там никакой еще, говорят, руководитель. То есть никчемный, бессмысленный, толк с него ничуть, не вредит и ладно. Денег платят пока нормально. Ну, долго ли просуществует компания? Третий вопрос пока есть. Значит, и не даром есть такое выражение, что приходят люди работать в компанию, уходят этот босс. Потому что именно руководитель является как мотиватором, так и демотиватором. Я, как сотрудник, энное количество времени в день с ним контактирую, неважно, лично или по электронному, тем самым, и оттуда проистекает. Поэтому и нехватка лидерских компетенций или только лидерский бесс приводит к определенным, совершенно прогнозируемым перекусам. Да, я вернусь к этой теме. От работы лучше получать удовольствие, но если мы говорим о мотивации, то, что вы упомянули, да, как днем эту тему, хотите? До делегирования всяко доберемся. Итак, если провести свободный опрос среди руководителей, поймав их на улице и спросить, что нужно для хорошей работы, то из 100 человек 90 ответить, нужна мотивация. А если спросить, какая? Ответят материально. Деньги главное, спасибо, не булькает, бесплатно только птички чирикают, но и прочие народные мудрости. Все это так. Но откуда тогда берется ситуация, когда люди не хотят зарабатывать деньги? Сталкивались? Да. Везде сталкивались. В утешении. Чтобы ни у вас, ни в Сургуте, ни в феномен. Значит, если бы все это делало было в деньгах, то там... И вот это совершенно управленческая импотенция, когда руководитель надеется правильной комбинацией процентов обеспечить постоянную мотивацию. Он надеется найти волшебное сочетание постоянных и переменных, после которых толпа кастрированных котов превратится в стадо целеустремленных бизонов, которые будут рвать и делиться, а он над ними будет парить, посылая вниз в случае добра. Ну, там, ценности и прочую милоту. Это миф. Значит, мотивация штука многогранная. И как бы я определил мотивацию? Это потребность в хорошей работе. А теперь давайте поговорим, что такое хорошая работа. Вот. Для каждого своя. Плохо, потому что в компании не может быть для каждого своя. Должны быть какие-то общие критерии. Поэтому я задаю три критерия для хорошей работы. Первый критерий – это актуальность. То есть, хорошая работа актуальна. То есть, человек делает то, что в данный момент актуально. Кстати, сталкивались с сыном, да? Когда первый вопрос. Потом хочется сказать, что вы думаете о Саше, о его семье, о его воспитании, о его перспективах. Потом вы хотите описать, что вы с ним сделаете, но когда человек воспитывает все это переживаете и скажете, Саша, почему? А самое страшное, что Саша при этом ждет награды. И твердо верит, что? Да, твердо верит. Как говорят психологи, дальше начинается конфликт ожиданий. То есть, все ждет одного, Саша ждет другого, они друг с другом не сошлись и понеслась, сказав ее подробно, да? Взаимное недовольство, охлаждение, расхлаждение, депрессия, встречный ветер, поносы, кровоизлияния. Продолжаем. Итак, значит, первый признак хорошей работы – актуальность. То есть, Александр делает то, что требуется в данный момент, а не то, к чему ему душа лежит. Мало ли к чему она у меня лежит во вторник в 12 пополудня. Второй признак хорошей работы – это, конечно, качество. Потому что, если я делаю то, что нужно, но некачественно, это я бессмысленно трачу ваш ресурс. Вы мне оплачиваете – вред. И третий признак хорошей работы – это, конечно, производительность. То есть, если работа делается качественно, но не производительно, она обходится нам как? Слишком дорого. Согласны? И вот мотивация. Человек мотивирован правильно, когда у него есть потребность, кстати, я не сказал желание, работать именно так. Потребность. А как обеспечить такую потребность? Деньги необходимы, но недостаточно. Ну, то есть, без денег разговор не пройдет, с деньгами – это начало. То есть, после того, как вы мне положили некие окладжалования, я готов разговаривать. Не более. Буду ли я напрягаться? Еще вопрос. Золотые горы. А? Золотые горы, да, скажем. Золотые горы, там, границы рентабельности, там, в конце концов, у вас тоже не безграничное кишение, что называется, карман, да, у вас тоже есть какие-то разумные вещи. Коллеги, деньги и математика – это самая страшная наука. Да, ей плевать на приказы, не сталкивались с таким свойством математики. То есть, у вас есть определенная сумма, если вы ее превосходите, да, дальше – game over. Так вот, поэтому у вас нет безграничных ресурсов сыпать золотой, кроме того, вы просто будете развращать сотрудников. Да, вот это. Потому что будете все короче возбуждаться, и у них все больше будет сытый вид. Значит, деньги необходимы, но недостаточно, да? То есть, кстати, вопрос, а за что платят оклад? Ответ – качественное исполнение всех служебных обязанностей при соблюдении всех корпоративных правил. Я не знаю, в курсе ли вы это ваши подчиненные, потому что в ряде случаев мы их развращаем настолько, что они считают окладом положен за выход на работу. За своевременный выход им положена премия, за то, что они будут отрывать задницу от стула, и положено еще одно премие, за то, что они будут отрывать вовремя и в нужном направлении, вторая, третья, четвертая. И тринадцатая зарплата. Да, это само собой, это по умолчанию. Плюс высуга лет – взрывные, осколочные, полевые. И если вы это им не обеспечиваете, они говорят, а мы не мотивированы. И руководитель тоже теряет. Он говорит, ну у нас же нет мотивации. Как это нет у вас мотивации? Ну, мотивация – это в смысле, вот никто не читал такие списки, за ответ на вопрос 10 рублей, за правильный ответ на вопрос 20 рублей, за своевременный ответ на вопрос 30 рублей, за ответ на дурацкий вопрос 40 рублей, и так до 15 пунктов. Руководитель мечтает о такой мотивации, а поскольку у него нет, он говорит, ну что вы хотите, кто будет за оклад работать? Я говорю, вообще-то должны, если этот оклад соответствует рыночной стоимости. Нюанс. Не убитый оклад, не нищенский оклад, мы эти фразы, а оклад соответствующий рыночной стоимости. Будут ли? Отдельные вопросы. Итак, деньги необходимы, но недостаточно. Это приглашение к танцу, но не более того. Это начало торга. Без денег разговора нет. С деньгами? Вы мне положили правильное окладжирование, я нахожусь в состоянии в таком прерывном. Ну, допустим. Что дальше? Но я должен работать хорошо. И вот мотивация, вот это состояние, готовность, стремление, потребность в хорошей работе, мы описали, что такое хорошее, это является производной от правильного применения управленческих компетенций. У руководителя есть инструменты компетенции, и он их правильным применением создает у Александра потребность. Я не сказал желание. Не работают достаточно разрекламированные приемы мотивации, надо оказывать людям доверие. Доверять можно тому, кому стоит доверять. На семинаре про контроль, об этом как раз будет. Контроль или доверие. Еще древние римы не говорили, доверяй, но смотри, кому доверяешь. Есть у людей достойные доверия, есть не совсем достойные доверия. Первым доверять нужно, вторым опасно. Дальше говорят, нужно дать людям работу, которая им интересна. Вау, коллеги, а где ее взять на всех? Во-первых, большой вопрос, что лично мне интересно во вторник 12. Идите подберите этот цифр. Что есть то, что нужно, оно может не совпасть с тем, что мне хочется. Легко. Найдется ли у вас на каждого корм по вкусу, по времени дня и по дню недели? И что он еще и соответствовал операционным и стратегическим планам? Да ладно, замахайтесь. Между прочим, признак профессионала, как мне кажется, профессионал выполняет работу хорошо, вне зависимости от симпатии к ней. Признак профессионала? Да. Да, если вы мне даете поручение, делегируете работу, которую я могу сделать, профессиональный подход, я ее делаю хорошо, а не потому, что она меня вштырила во вторник 12. Кстати, есть полно работ, которые могут радовать только человека с психологией мистера Пропера. Видели этого парня в рекламе? Да, да, лысый. Да, он хвалится, мне нравится то, что другим не понравилось. Да, там унитаза драйвить, да, такая своеобразная мотивация. А есть полно работ таких в бизнесе, нет? Полно. Да, которые, вот, я даже боюсь взять на работу, кому она вдруг понравится, да, потому что не надо. Но нравится она тебе или не нравится, извините, извольте сделать, да? Ее нужно сделать. Потребность в работе, а не желание. Желание – другое слово. Я ее не хочу делать, она мне не нравится, органолептически, идеологически, технически. Но мне она поручена, и я хорошо понимаю свое место в семикардинам. Идея понятна, да? Значит, руководитель мотивацию создает в основном управленческими компетенциями, а деньги и рабочие условия являются для этого театром, сценой, фоном. Без этого тоже никак. Но это как бы такая поддержка необходима, но недостаточно. Это как танцпол, он должен быть, но этого недостаточно. И среди базовых управленческих компетенций я выделяю такие, как планирование, делегирование и контроль. Именно эти компетенции я считаю базовыми, потому что именно они более всего обеспечивают точность управления. Почему, когда я говорю об управлении, я употребляю термин точность? Потому что, если система корпоративного управления настроена точно, вы на выходе получите то, что вам нужно в диапазоне возможного. То есть, вы можете задать любые интересующие параметры в диапазоне возможного, будь то эффективность, будь то рентабельность, будь то отдача на капитал. Понимаете? Да, вы задаете параметры, точная система обеспечивает вам эти параметры еще раз в рамках возможного. Если система управления настроена не точно, на выходе будет всегда три буквы. А, Х, З. То есть, сильная вариативность результата. Понятно. Значит, и планирование, делегирование и контроль это три компетенции, которые больше всего обеспечивают точность управления. Потому что, планирование отвечает за целеполагание, оценку ресурсов, расстановку приоритетов. Этим мы уже задаем определенный вектор. Что должно делаться? В каком порядке? Когда? Есть ли у нас ресурс? Идея понятна, да? Делегирование передает работу на исполнение правильно, а контроль помогает не сбиться с пути. Делегирование без контроля, как говорят, победа надежды над опытом. Иногда бывает, иногда нет. Почему руководители не делегируют? Что им мешает? Причин много, и на семинаре мы этому времени уделяем где-то около полторы часов, потому что причин много. Но я так выделю основное. Часто руководителю мешает то, что он человек энергичный. Большинство руководителей к несчастью энергичны. Почему к несчастью? Потому что то, что вам помогло состояться, начинает вас губить. Дело в том, что энергичному человеку гораздо больше кайфа что-нибудь замострячить своими ручонками. Ну, так точно. Да, это вот как, простите, вот такой сильно защищенный секс, когда управляешь, да? То есть вроде что-то чувствуешь, но где-то на периферии. И причем я еще не уверен, что правильно чувствуешь, да? А вот когда своими руками, тут вот прямо все, такая дежуха энергетика идет, я лично что-то тут вот так вот, это вот так вот, да? И идет энергия, да. Ну, я так примерно. Плюс-минус. Два лаптя. А тут надо отдать эту кайфуху. Представляете? Как же. Вот. Далее. Что еще мешает руководителям? Как ни странно, ответственность. Руководитель, человек ответственный. Значит, он понимает, результат должен быть по-любому. И тут возникает такая странная мысль. За себя-то я отвечаю в голову. Если что, там, метнусь, что-нибудь себе на британский, флаг напрягу. Ну, сделал? А вот эти люди будут ли? Смотрю на них, думаю, и тогда все до сэба. Ну же как? И руководитель начинает, кто смотрел старый, старый советский фильм «Свадьба в Малиновке»? Все смотрели. Там вот такая герой по Пандопу, из моего родного города Одесса, кстати. Если кто помнит, как он делил награбленное, он говорит, так, это мне, это снова мне, это опять мне, так, это тебе, это так, что-то я себя обделил, да, и все до себя. И вот руководитель ответственный так же делегирует, да, он говорит, так, кому я-то могу отдать? Никому. Это более никому, а это вообще никому. Ну, с этой войны все равно не дезертировать, вы же понимаете. И вспоминаем девиз воздушно-десантных войск, как он звучит? Никто кроме нас, говорит руководитель, оставаясь вечером. Ну, это уж как получится, ибо вариантов нет, с этой войны не дезертировать, да. Понимаете идею? И получается перегруженный босс при недогруженных подчиненных, и есть такой управленческий анекдот, когда опытный руководитель говорит, молодому, что ты, Александр Семенович, вот, то есть, типа, ко мне, неправильно ты как-то руководишь, тут говорит, почему Сидор Дормедон точно? Ну, говорит, понимаешь, у тебя виды замученные, это литературно, у подчиненных лоснящиеся, наоборот, должно быть. Ну, это, конечно, шутка. Понятная идея. Вот. И вот как действует часто ответственный руководитель? У него таких четыре базовых ошибки. Первое, он, наконец, просто не дает. Потому что, ну, как я могу им доверять? Значит, так не будет ответственно относиться, как я. Второе, он дает, но потом говорит, дай сюда, как не будет. Ничего нельзя доверить. Третья причина. Он дает, но начинает тюкать, как тот дятел. Да, ну, вроде бы он передал, и даже дал полномочиям, он говорит, тут ты держишь, возьми нормально, и он так в шмель бьется, и по рукам вот так вот. Не сталкивались? Там, внизу не бывали в этой ключе? Да, потому что, как это? Как это он? Мет так держит. Вот. А четвертая проблема, он сокрушается. Он видит, что подчиненные делают и так, он ходит и говорит, да что ж такое? Как так можно? Примерно так. Да, потому что этика мешает, поэтому ответственность сейчас тоже мешает. Вообще, руководитель должен быть немножечко пофигистом. Чуть-чуть. Не путать с тяжелым разгольдяйством, это хуже. Да, чуть-чуть. Потому что, когда вы так чуть-чуть пофигист, у вас такое появляется, ну, чуть-чуть не так он делает, ну, и, собственно, в квадрат попадает, нормально. Нет, это действительно важно, да? Да, это не так, как я, но это не кощунство. Кощунство. Когда руководитель ответственен, он в жизни не допустил, чтобы на миллиметр что-то отклонилось от линии, да? Вышел, это же кощунство, все, мир перевернулся. Вот. Еще почему руководители не делегируют? Гордыня. Они не сделают так, как я. Я лучше всех. Даже не пытайтесь. Да. Вот. Ну, вы знаете, подчиненные обычно люди тактичные. Если босс считает, что он лучше всех, закручивают гайки. Подчиненные радостно рукоплещут ему и говорят, Александр Семенович, вы красава. А когда он говорит, а может быть вы, он говорит, что я так могу? А даже если подчиненный прекрасно знает, что может лучше, а ваша техника на уровне времен очаговских поколений окрыла, что он дебил, мешать вам получать удовольствие. Поэтому он так просянул, ну, да, ну, конечно, все думает. Понятно? Поэтому руководитель гордится. Я иногда некоторым говорю, забудьте первую профессию. Вас когда-то с дурой научили это хорошо делать. И вы все не можете допустить, что кто-то может быть лучше вас. Что это можно делать по-другому, а не так, как вас учили в 70-м или в 90-м. Что есть разные способы. Но вот гордишься тем, что только я это умею. Я это называю гордыня или гений за работой. и всем смотреть, как я это делаю. Все вы делали? Так. Что еще мешает руководителю делегировать? Страх испортить отношения. Вы читали в умных книгах, что делегирование сложной и ответственной работы является мощным мотивирующим фактором? Отношения с кем? С сотрудниками? Конечно. Так вот, читали в книгу, что ваши сотрудники эти книги читали? Ну, они знают, что вы с ними делаете? Так, когда делегируете? Вы же их мотивируете. Они это так воспринимают. И когда вы им говорите, Александр, для вас есть работа, Александр говорит, мне? Это, когда вы ждали. Человек идет за солнцем, да? Или? Или он действует другому принципу. Народная примета, если ваш шеф радостно заявляет, что у него есть блестящая идея, с высокой вероятностью и вы обзаведетесь тупой, бессмысленной работой. Да, они, может быть, не читали эти книги. Вообще, на самом деле, так вот, почему руководитель не хочет портить отношения? Он хочет, чтобы его любили, чтобы ему симпатизировали. И он видит, что когда он, подчиненный, пытается что-нибудь всунуть в руки, они какие-то нерадостные. И он боится, что на него зуб начнут отращивать, цыкать в спину, быть им недовольны. А ему это как нож в острове. Он хочет любви, он хочет симпатии. Он хочет, чтобы радовались. Александр Сергеевич, ему хочется купаться в лучах восхищения. И поэтому не делегирует, чтобы их не расстраивать. Как вы думаете, подчиненные этим пользуются? Да, ни у кого не было такой ситуации. Вы приближаете сотрудника, у него на лице не подходи ко мне, я хрен как занят. Такое лицо, типа, ты даже не думай. Да, он пытается на вас так повлиять, что типа, ты не видишь, я расстроен. Как у Алиты песни есть, не подходи ко мне, я обиделась. Да, вот это очень важно. Так мы ему поручили, он еще долго нам говорит. Ты мне поручил? Мы спрашиваем Александру, все в порядке? Да. Шутка. И тем не менее, есть руководители подвязанных отношений. Кстати, а какие должны быть отношения? Ответ рабочий. Они не могут быть ни хорошие, ни плохие. Хорошие отношения это ни цель, ни средство, это дополнительный ресурс. Но если люди, понимаете, психологически тоже могу понять руководителя, допустим, я 10 часов нахожусь на работе, допустим, 5 дней в неделю, а не 7. И вообще, мне бы хотелось, чтобы меня окружали люди, с которыми у меня симпатик такой, да? что очень неправильно. И у руководителя возникает перекос, который называется «работа – это жизнь». Понимаете, у человека есть базовые потребности, в том числе в отношениях. Но когда я все время провожу на работе, у меня идет защемление по базовым потребностям, и я начинаю их строить там, где я нахожусь. Из этого происходят две проблемы. Первая проблема – на работе складываются неправильные гаммы отношений. Слишком человеческие. Со всеми своими таракашками. А вот домой руководитель приезжает, как в отель. То есть дом становится местом ночевки. А когда ты приезжаешь в отель, у тебя, в общем-то, нет потребности общаться с персоналом. Как правило, да? Что тебе хочется? Там постель – раз, комната убрана – два, там ужин сервирован – три. И никого, блин! Таким же что-то надо. В разных смыслах. И руководитель, получается, живет на работе, а домой приезжает и пытается с негодованием понять, что от него нужно. Он приехал отдохнуть. Отношения реализованы там. Здесь, так, ребята, все накрыли. Так, свободно. И плохо, и там, и там. Идея понятна, да? Поэтому вот и очень многих руководителей возникает такой симптом, я это называю работа в центр жизни. Это не значит, что надо меньше времени проводить на работе. Вопрос не в этом. Надо хорошо понимать, где вы находитесь и какие отношения вам нужны. А какие отношения со стороны подчиненных нужны руководителю? Ответ один. Уважение. Не любовь, не симпатия. Уважение. Скажите, пожалуйста, вам приходилось работать, например, у руководителя, которого вы не любили, но уважали? Любви не было. А вам приходилось учиться у преподавателей, которых вы проклинали, но уважали и потом вспоминали? Ну, конечно. Да. Понимаете, да? Интересно. Мы его не любили. Выходя за дверь, мы говорили... Да. А потому что он что? Он не давал спуску, да? Он требовал знания. Его было не обмануть, гладко было там в нём, да? Он говорил, так, Александр, понятно? А скажите-ка, пожалуйста. Я думаю, что ж тебе надо, зараза? Я ж тебе всё гладко отвечаю. А его что интересовало? Насколько я знаю, а не как я заучил. Да? И поэтому, как увидишь, я там тарабанюку пописал, он говорит, так с этим понятно, уже не проверяет мою память, нафиг на ему сдавать. Он задавал вопросы не для того, чтобы завалить, а для того, чтобы понять. Ты понял хоть что тараторишь? И поэтому были вопросы сбоку, спереди, да? И в итоге он, наконец, понимал, ага, вот ты на самом деле стоишь только. Вопрос не в том, как гладко ты отвечал, а вопрос, как ты понял. Мы их не любили. Мы их уважали. И вспоминают, как правило, именно этих, да? Кстати, есть такая поговорка. Вам приходилось читать книги Роберта Саттона, профессора Стэнфордского университета. Эти книги характерны там в названии слову «мудакой». «Мудакой» есть не место, не работайте с «мудакой». Ну, это не я придумал, это литературная фраза, это есть название, ну что делать? Такое слово. Это не я сказал. Это он, Роберт Саттон. Так вот, есть такая поговорка «Не от Роберта Саттона». Если хотя бы один подчиненный, хотя бы один раз в день вас не называют этим словом, то вы не на своем месте. Но это звание можно служить по-разному. Можно каждый день добиваться звания «Лучший мудакой». Есть модели поведения, кажется, руководитель участвует в каком-то конкурсе, действительно, да? Но в каком случае это получается? Вот когда мы… Ну, наверное, был у всех такой опыт. У меня точно был. Ну, все же мы молодые, все мы умные, все мы хитрые, все мы все знаем. Руководитель дает поручение, я молодой, хитрый, умный это поручение там выполнил тяп-ляп, но попытался залечить. Руководитель это в три движения вскрыл, кое-что мне объяснил про меня и про жизнь. И когда я вышел из кабинета, маловероятно, что я сказал «Ах, какой профессиональный менеджер!» Я вышел из кабинета. Вот это было правильно. И где понятно? Вот это был комплимент. Мысль понятна? Так вот, вот в этом смысле это очень правильно. Если хотя бы один подчиненный раз в день не называют вас этим словом, ну, я так утрирую, да, то, скорее всего, вы недостаточно мотивируете людей. Не создаете у них потребность в хорошей работе. Потому что потребность в хорошей работе возникает часто при сочетании кнутов и пряников. При сочетании принуждения и награждения. Когда человек хорошо знает, что ему будет за правильное выполнение работы и не менее хорошо знает, что будет за неправильное, вот тогда возникает потребность в хорошей работе. Потому что есть мотивация к достижению, а есть мотивация к избеганию. Есть? Да. И когда вы мне даете поручение, я должен очень хорошо понимать, за мной право выбора, как отнестись к работе. Согласны? Ну, я могу отнестись. Первое, достойно, тут включить весь ресурс. Противоположно, я могу забить. Я так не скажу, я человек нормальный, я что-нибудь придумаю. А промежуточный вариант, есть такое выражение, поработать, литературная форма, на отцепись. Судя по смеху, вам знакома настоящая форма. Есть такое? Я могу выбрать подход. И вот, что оказывает влияние на мой выбор? Первое, качество самого делегирования. Потому что правильно делегированную работу легко выполнить и трудно не выполнить. Женщик легко выполнить. Она понятна, как делается. То есть, мне понятно, мне ясно, что требуется, мне ясно, какие у меня ресурсы, в том числе, какие у меня полномочия. Да, мне ясно, чем следует руководствоваться, какие критерии этой работы. И эта работа находится в рамках моих возможностей, не знаю, что легких. Но я понимаю, что надо сделать туда, 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 и в принципе, это возможно. Никто не сказал, что легко, легко не обещали. Легко сделать в этом смысле. Да, что понятно. А почему трудно не сделать? Во-первых, потому что, когда работа правильно делегирована и вместе проработана, с нее соскочить, это фактически бросить вызов достаточно. А бросить вызов не каждый решится. А дополнение к этому опять, я очень хорошо знаю, как будет развиваться моя судьба, если я складываться судьба, простите, если я буду работать по первому варианту достойно. И я очень хорошо понимаю, что если я буду часто выбирать второй и третий вариант, жить я буду ярко и недолго. В этой компании, разумеется. Потому что сначала руководитель на мне потренируется с методиками наказания, в которых моя книга вот описана. я всегда потому что меня спрашивают, а вот как учиться наказывать? Я говорю, начинайте с тех, кого уже не жалко. Я обычно спрашиваю, у вас есть те, кого уже не жалко? Они же выбрали путь, они же могли себя вести по-другому, правильно? Как говорят турки, кисмет. Ну, хороших людей жалко, пока еще не умеют наказывать грех браться за хороших, вдруг что-нибудь не то сделают, да? Это цинизм или рацион? Рацион. Студентам, хирургам легче, их в анатомикумах учатся, а на многом тренироваться. Домашних тоже стоит поберечь, нет? Ну так, вроде свои, куда же к ним тренироваться? Остается никого не жалко. Идея понятна, да? И вот я должен очень хорошо понимать, что если я не буду выбирать первый вариант, у меня есть право выбора. Такой есть кармический закон в абсолютно свободном выборе поступка и категорически не свободном выборе последствий. Кто мне должен разъяснить систему координат, что мне будет за достойное поведение и что мне будет за недостойное поведение? Руководитель. То есть я должен находиться в его системе координат и его система координат должна превалировать в моем выборе. Потому что когда вам кажется сотрудник действует неправильно, вы ошибаетесь. Он действует правильно, потому что он использует другую систему координат. чья это вина ваша. Кто должен оставить человека путеводный какой-то отцы? Что такое хорошо, как писал Петон Яковский, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно, что тебе будет за это и что тебе будет за это. Значит, сотрудник либо не в курсе, либо не верит, либо не боится. Правильно? Либо он не знает, либо не верит, что это произойдет. Кстати, у нас ведь в традициях долго возиться. Да. Ну, в соответствии с басни Крылова Абайская слушает доезд. Мы там будем пенять, ругать, вопить, кричать и больше ничего. Люди к этому привыкли. Что с ними в принципе ничего не произойдет. А ругань шефа они воспринимают как нормальную бартерную сделку с хорошим профицитом. Если можно не напрягаться и ради этого всего лишь высушить ваше журчание, изображая все, что положено по мизансцене, типа, ах, как я расстроен, никогда не будет. Да нормально. Может такое быть. И в некоторых компаниях возникает то, что я называю кружок садомаза. Мы их ругаем, ругаем, а они все продолжают кассичить и продолжают кассичить. Я говорю, всем нравится. Кто председатель кружка? Кто там ведомости подписывает? Говорят, что толку, мы их ругаем, ругаем, они все продолжают. Я говорю, всем нравится. Процесс взаимоподдерживающий. Кружок садомаза. Я говорю, осталось найти председателя и побеседовать. может что-то поменять. в взаимных позициях. Я знаю. Понятно, да? Значит, планирование, делегирование, контроль. Руководитель часто не делегирует. И что еще мешает делегировать? К делегированию сложных задач надо готовиться. Делегирование сложных задач нужно проводить во время личных встреч, а не через электронную фору. Нет, может быть исключение, я здесь, сотрудник в Куала-Лумпуре, там понятно. Ну, как бы, бывает, да? Но в остальных случаях не столь радикальных. Ничего не заменит личные встречи, никакие эти вопли у нас там в современный век мы типа делегируем. Знаете, в советском мире был анекдот, что заказываешь товары по телефону, получаешь по телевизору, да? Вот их показывают по телевизору. Вот мне современные вот это все повторяются, да, говорят, вот в электронной форме, там, по вайберу, я говорю, да, мы туда шлем поручение, обратно получаем оправдание или объяснение. В каком случае возможна электронная форма делегирования? В двух случаях. Первое. Поручение достаточно плоское и короткое. Ну, для меня норма это уложиться в 200 знаков, да? Ну, если почта, значит, если поручение плоское, простое, не содержит каких-то сложных историй, да, простое, ясно, это Маша, будешь ехать мимо универмага заедить купить чай, ну, собственно, фиг ли встречаться, да? Вот. Примерно, да? Так вот. Уровень сложности таков. А вот второй случай, когда возможно по электронке, да, это когда вы имеете дело с высоко мотивированной, высоко профессиональной командой. Вот сейчас без иронии, да? Тогда встреча не обязательно. Тогда мы там обмениваемся через любые приблуды текстами, но там в лидерском воздействии, собственно, оно или простирается далеко достаточно, да, или в нем просто нет нужны, потому что люди самомотивированы. Они не нуждаются в эмоциональных контактах, да? Они там знают, что надо, и ты им отправляешь, они делают. Не такой частый случай. Ну, есть еще один вариант, но он является как бы началом в другой форме. Перед тем, как встретиться, вы мне можете направить по электронной почте какие-то материалы с просьбой там ознакомиться, а подготовить какие-то предложения об этом, да, ну вот и тогда уже на встрече мы продолжаем общение. Но, к сожалению, почему часто руководитель делегирует через электронный форум, потому что он остался до 12, сотрудники уже разошлись, и он им шлет письма счастья. На следующую ночь он получает ответы. Нет, уточняющие вопросы. Я такие ситуации, да, и вот вспоминая песню Высоцкого в далеком созвездии того кита все стало вдруг Вам непонятным, сигнал посылаем Высоцкого это там, а нас посылают обратно, да, вот мы так туда это запихиваем вот каждый день, в ответ приходят все более разбухающие вопросы, подключаются другие люди, не сталкивались такие? Я это пен-клуб, да, вот по кругу гоняем какую-то историю, там по заявкам, по рп-системам, дело не движется, но процесс безумно увлекательный, да, ну, остается вспомнить цель не что, движение, все, и когда я вижу такие пен-клубы, я говорю, коллеги, у меня одна для Вас замечательная новость, у Вас минимум 30% запаса мощности, ну, если при таких мироустройствах Вы живы, 30-ник как минимум в плюс, то есть у Вас там мощный баланс, идея понятна, иначе Вы уже сдохли, вот, поэтому, конечно, ничего не заменит личной встречи, то же самое при контроле, ну, и завершение, что часто мешает руководителю контролировать. Контроль одна из самых сложных управленческих компетенций. Первая по сложности это искусство наказания морального, а я признаю только моральные наказания, вот, а вторая по сложности это контроль. В чем сложность для руководителя? Во-первых, даже не время. В процессе контроля увеличивается количество решений, которые надо делать. Боясь получить результат не только. Да. Вторая проблема совершенно Вы правы это страх обнаружить проблему. Знаете, не будьте лихо пока спеть тихо, лучше помолиться лишний раз и не лезть под руки, вдруг там оно рассосется. Да. По-человечески это вполне понятно, да? Потому что сейчас как пойдешь вверх. Ну, они не дураки в конце концов, мотивированные, типа там что-нибудь сгоношат. И третья проблема это страх конфликта. Подсознательный, конечно, да, потому что поднимите руки, бывало такое, что в процессе контроля конфликт возникал? Конечно. Да. Ну, мягко говоря, не сходство в оценках хорошо-плохо, правильно-неправильно, быстро-медленно, к какому месту руки пришиты дискуссия, может быть, на эту тему, там, да? И сколько? Вот, и сколько, да, и вообще там, да, там, там много нюансов возникает сразу. Руководитель это подсознательно понимает, что нороваться-то? И в итоге, что получается? А, ну, кто придет на семинар, послушает это немножко еще раз, более развернуто, видит, да? Вот так, маленький кусочек, конечно. Получается так, во-первых, нехватка времени. Но это нехватка в кавычках, потому что не бывает нет времени, бывает вопрос не в приоритете. Когда ты не хочешь контролировать, когда к прощу не очень хочешь идти, как-то все время не получается, да? То в дом приходит гнома нет, то в дом приходит дома нет, как-то так вот мы... Не то, что мы не хотим, не, мы хотим, но как-то несложно. Это в пространстве времени не пересекаемся, То есть, когда ты что-то не хочешь, на это времени не хватает. Нет, каждый знаешь, что надо контролировать, то как-то не получается все время. Второе последствие, это, к сожалению, размытые тексты. Ну, понимаете, вот допустим, вы мне поручили покрасить забор. Вот. И вы мне можете спросить, Александр Семенович, по плану у вас должно быть покрашено две доски, тремя слоями краски, мы любим, например. А по факту, ну, так спросить, знаете, вдруг ответит. И как еще меня можно спросить, чтобы не расстроиться? Ну-ка. Все нормально? Да, Александр, как там забором? Все нормально? Да. Да, вы знаете, все в порядке, только что рукавицы подвезли, ребята, в принципе, стараются, краски пока хватает, немножко дрозды налетали, мы их отогнали. Ну, вы меня проконтролируете сейчас? Ну, типа, да. Ну, как, вы спросили, получили ответ, и не поконфликтовали мы, обратите внимание, да, и вопрос вы не упустили, правда, ни хрена не узнали. Ну, поговорили, да, и вот вторая проблема, размытый разговор, боясь нарваться на проблематику, мы так спрашиваем, так деликатно, а подчиненный тоже не хочет, и он так тоже так сразу понимает идею, что на вообще вопрос надо отвечать в духе вообще вопроса, и не кусать руководителю за печень, раз не просит, да, не будили их, опять же, пока спит тихо, вот, а за это время либо мир сдохнет, либо и шаг, что-нибудь придумаем, вот, может, догоним, а может, сам забудет, всяко же бывает, что сейчас нарваться, вот так, ну, коллеги, это я так постарался, концентрированно, весело и с юмором, время, а на самом деле, это компетенции, и рассказываю я, конечно, на семинарах, именно про технику их исполнения, причем про технику полномасштабную, то есть, надо знать все, а применять по ситуации, то есть, я никогда не учу там кусками, да, никогда не даю лайфхаков, никогда не даю полезных советов, и никогда не даю рецепт, что я обучаю фармакологию, а не рецептуре, применять ее нужно, разумеется, по ситуации, да, вот такая идея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok